В эфире программа «То, что доктор прописал». Меня зовут Наталья Бушаримова. Здравствуйте! Сегодня в программе мы будем говорить о здоровье людей в возрасте и об одной очень серьезной проблеме. Я знакомлю вас с гостем программы Инна Николаевна Кудривец, заведующая физиотерапевтическим отделением Могилевского областного госпиталя инвалидов Отечественной войны. Инна Николаевна, здравствуйте! Добрый день! Мы действительно сегодня будем говорить об одной очень серьезной, очень актуальной проблеме, которая касается и людей в возрасте, и, возможно, не только людей в возрасте. Но для начала, наверное, наиболее распространенные заболевания, которыми страдают люди пожилого возраста. Значит, наиболее часто встречаемые заболевания у людей пожилого и старческого возраста, люди пожилого возраста, начинается возраст с 60 лет. Это, конечно же, атеросклероз сосудов головного мозга, атеросклероз сосудов сердца, это ишемическая болезнь сердца часто встречается. Это сахарный диабет. Это актуальная проблема, конечно же, заболевания опорно-двигательного аппарата. Это остеохондроз позвоночника и артроз различных суставов. И большая актуальная проблема сегодняшнего нашего времени – это остеопороз. Хотя зачастую он, конечно, не диагностирован, но имеет большое количество населения, страдает этим заболеванием. Вот сегодня мы как раз и будем говорить более подробно о заболевании остеопороз. Не надо путать с остеохондрозом. Да, это разное заболевание. Вот остеопороз, что это за заболевание? Что беспокоит при этом заболевании? Значит, остеопороз или, как ещё по-другому её называют, безмолвная болезнь – это заболевание скелетом, при котором наблюдается снижение минеральной плотности кости. Кость становится хрупкой и чаще возникает риск возникновения перелома. То есть, проще говоря, это вымывание кальция из костной ткани. И перелом при остеопорозе называется патологический. Почему? Потому что он возникает при буквально малейшем давлении на костную ткань. То есть, это может быть просто человек во время ходьбы, во время как-то неудобно повернулся. Даже может быть возникнуть при кашле или чихании. Возникает перелом, делается снимок, видится уже рентгенологом именно остеопорозные позвонки или кости и выставляется. Ну, вообще, если говорить про кость, то кость, которая в норме, даже вот фото, да, посмотреть, кость в норме, она такая гладкая, ровная, да, хорошая, скажем так, да. А уже вот при этом заболевании она вся как в каких-то полостях. То есть, как пористая прям, да. Более такая рыхлая становится и более истончается костная ткань. И вот это вот уже всё видно, да, когда человек перелом ноги, условно говоря, руки. Видно, но, к сожалению, это уже, конечно, ну, как бы уже последняя стадия, то есть, когда уже высокая степень остеопороза, и большая потеря произошла уже кальция костной тканью. Ну, вот как раз-таки, чтобы до последней стадии остеопороза не доводить, вот он же не возникает вдруг, ниоткуда, да? То есть, он возникает постепенно? Нет, конечно. Болезнь возникает постепенно, чаще всего бессимптомно, но, к сожалению, идёт только с прогрессирующим эффектом. Значит, какие могут быть признаки заболевания? Это могут быть просто общие такие признаки, как общие недомогания, боль в позвоночнике, боль в суставах, неприятные ощущения в стопах, судороги в ногах. Это может быть раннее поседение, расслоение ногтей, это парадонтоз. И чаще всего, конечно, эти признаки уже возникают у тех людей, у которых, например, есть остеохондроз, болит спина. Человек думает, что болит спина, лечу, занимаюсь остеохондрозом, лечу это заболевание, но не помогает обезболивающая препарата, потому что остеопороз, ну, здесь немножко по-другому тактика лечения. То есть... Или, извините, иногда бывает так, что вообще только вот ничего человек не чувствовал, просто вот где-то неудобно повернулся, случился перелом, и человек выставляет диагноз остеопороз. То есть, вот это так, то есть вообще без какого-то, да, без какого-то клинического проявления. Инна Николаевна, вот почему, опять же, сваливается вот эта проблема на женщин? Опять же, все статьи, да, все, что не касается остеопороза, женщины, 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 ноги, возрасте. Более женщины подвержены, да, остеопорозу, то есть по данной Всемирной организации остеопороза, каждая третья женщина после 50 лет склонна к... У нее может возникнуть остеопороз, и каждый мужчина, только каждый пятый после 50 лет может возникнуть остеопороз. Почему? На это есть причины. Вот, значит, первая причина, это, конечно же, беременность с лактацией, то есть идет потеря кальция в этот период женщины. Затем это изначально на 10-30% костная ткань у мужчин более плотная, почему? Потому что выделяется мужской гормон тестостерон мужчин, поэтому кости изначально у них более плотные. И третья причина, это период менопаузы у женщины, то есть уходят эстрогены из организма, прекращается выделение, и идет потеря кальция. И вот первые 5-7 лет менопаузы может теряться костная ткань до 1,5 всего количества. Ой, это очень много. Поэтому на самом деле, да, проблема очень актуальна. Инна Николаевна, опять же, ну мы говорим сегодня о здоровье людей в возрасте, да, 45, выше 50, вот 60, вы говорили, что это уже пожилой возраст. Да, но почему так происходит, что молодые люди рассыпаются, ну я уж так буду говорить, слышишь, что 30 лет, 35 лет, а молодые люди уже там перелом, там перелом, тут суставы. Где-то болит спина. Да, где-то болит спина, лечат спину, как вы говорите, а это уже проблема может быть в другом, да? А это может быть уже начальная звоночная остеопороза. Но почему? Вот здесь какая причина? Но вообще начинается болезнь где-то так примерно 30-35 лет. То есть она и начинается. Да, почему? Потому что в этом возрасте 30-35 лет еще процессы кости образования и кости разрушения уравновешены в организме человека. А после этого возраста идет уже процессы разрушения, преобладают. И вот поэтому идет постепенное развитие вот этой болезни. Но опять-таки у всех по-разному, потому что есть факторы, на которые мы можем подействовать, чтобы предотвратить остеопороз, а есть факторы, которые от нас не зависят. Это вот наследственный фактор, да? Ну, да, в том числе и наследственный фактор. То есть вообще факторы, которые мы не можем изменить, это, как вы сказали, наследственность. Это возраст пожилой, старше 60-ти лет. Это женский пол, то, о чем мы уже с вами поговорили. Не изменить. Это прием гормональных препаратов. Те пациенты, которые страдают, допустим, бронхиальной астмой или револатойным артритом, приемы гормональных препаратов тоже способствуют вымыванию кальция из суставов. Да, отменить их нельзя. Это люди принимают пожизненно. Эти факторы мы изменить не можем. Еще также период менопаузы и наличие перелома в анамнезе. То есть в детстве, в юношеском возрасте тоже кто перенес, это уже потеря кальция произошла. Когда-то это тоже уже как бы провоцирующий фактор. То есть если ребенок травмируется и переломы серьезные, то это в последствии нужно быть осторожным. В последствии нужно быть осторожным. Начинать заранее профилактику уже стопороза. Но это факторы, которые мы не можем изменить. Есть факторы, которые мы можем изменить для профилактики у стопороза. Это, конечно же, потребление кальция. Это потребление, достаточно потребление витамина D3. Это достаточная физическая активность. Это не злоупотреблять алкоголем, никотином. Либо вообще исключить эти вредные факторы. Об этом мы подробнее поговорим и про кальция. Обязательно поговорим. Инна Николаевна, сейчас у нас в программе сюжет. Мы будем его смотреть вместе с нашими телезрителями. Ну а затем продолжим беседу, смотрим сюжет. У пациента остеохондроз позвоночника. Эта процедура проводится для улучшения кровоснабжения, восстановления мышечной системы, восстановления нервной системы. Одновременно она будет укреплять его костную систему, мышечную. Разгоняется молочная кислота в мышцах. И у пациента, естественно, будет улучшаться самочувствие. И будет хороший, нормальный, здоровый сон. Когда кости становятся более хрупкими, улучшить общее состояние и предотвратить развитие проблем со здоровьем помогают сеансы физиотерапии. Очень действенный способ – массаж. Специалисты утверждают, с лет 50 его нужно проводить не менее 10 раз в квартал. При остеопорозе врачи рекомендуют проходить и курс дарсонвализации. Лечение током нужно проводить по 5-10 процедур раз-два в году. Трофика улучшается организм, улучшается состояние кости, обезболивание нервных окончаний, улучшается ток крови. И улучшается ток крови, значит, у нас улучшаются обменные процессы. Значит, и на больного это воздействует более качественно, можно сказать. Магнитотерапия – прекрасный метод физиотерапии, чтобы запустить внутренние резервы организма. К примеру, для определенного сустава применяется местная магнитотерапия. А для общеукрепляющего эффекта магнитные поля направлены на весь организм. Процедура общей магнитотерапии проводится для лечения и профилактики остеопороза. Значит, ее действие оказывается это обезболивающее, противовоспалительное. Также она оказывает улучшение трофика тканей. И самое главное действие, что магнитное поле способствует задержанию выведения кальция из костной ткани. Поэтому эта процедура более актуальна у людей пожилого и старческого возраста. Поэтому на курс у нас идет 5-10 процедур, 2-3 раза в год. На любую процедуру необходимо направление врача. Благодаря таким физиотерапевтическим методам люди в возрасте могут не только укрепить иммунитет, но и активизировать важные биохимические процессы в своем организме. Инна Николаевна, вот мы сейчас посмотрели сюжет. Как раз снималось все у вас в госпитале, ваше отделение физиотерапевтическое. Мы обязательно продолжим и о лечении, и о профилактике заболевания. Но сначала все-таки о ранней диагностике. Как не пропустить 35 лет, 40-45, чтобы по минимуму снизить страшные переломы в возрасте? Ну, я думаю, что где-то в 40-45 лет это тот возраст, когда уже можно позаботиться о себе и пройти такое исследование, как денситометрия, где уже выставляется диагноз либо остеопиния, либо остеопороз. И тогда уже, конечно, человек начинает... Владеть уже немножечко ситуацией и знать, в каком состоянии... Искать какие-то варианты для того, чтобы болезнь не прогрессировала хотя бы более быстро. Это также сдача анализов. То есть кто-то любит сдать анализ кальция, но допомнит о том, что не только показатель кальция в крови скажет, есть наличие, есть остеопороз или нет. Но также еще фосфор входит в костную ткань. То есть также содержание фосфора, щелочной фосфатазы. Но это опять-таки решается уже на приеме у терапевта. Инна Николаевна, вот здесь вот такой очень важный момент. Все телезрители, кто сейчас вас слушает, должны быть очень внимательны в том плане, что вы сказали одну важную вещь. В 40-45 лет человек сам должен позаботиться о своем здоровье, ведь никто же не подтолкнет. То есть можно болеть спина, вот такие симптомы, даже и ногти, и даже стоматологическая проблема может быть. Человек сам должен задуматься, наверное, первый шаг сделать на пути все-таки к сохранению здоровья. Стоматый чувствует свой организм, свое тело. Если какие-то неприятные ощущения, то, конечно, обратиться к врачу, чтобы действительно уже направили. И диагностика была ранней, своевременной. И тогда уже действительно проблем очень серьезных не будет. Или самому проявить инициативу, если, допустим, родители, родственники, бабушки, дедушки, родители страдали остеопорозом, были переломы у самого человека в детстве, в юношестве. Тоже нужно позаботиться. Много беременности было у женщины, тоже это потеря кальция. То есть надо пройти следующее. Нужно все это взвесить, собрать воедино и пройти вот эту раннюю диагностику. Потому что действительно последствия очень серьезные, очень сложные и болезненные уже в возрасте. Ну, конечно, вот переломы, такая статистика, что первый год те люди, которые перенесли перелом при остеопорозе, первый год погибает до 30%. А кто остаются, выжившие люди, то большие проценты, до 70% это люди, которые требуют ухода за собой. То есть это тоже очень сложно. Внимание родственников тоже очень сложно. Поэтому лучше, конечно, заниматься профилактикой данного заболевания. Вот если перейти к лечению, лечению, которое вы предлагаете, и лечение народными способами. Ну, вот уже так рассмотрим. Потому что народные способы я вычитала, там, и яичная скорлупа, и лимонный сок. Ну, понятно, это все здорово. Ну, а что касается лечения, это, наверное, очень сложно поддается. Значит, лечение есть специальные таблицы в соответствии по возрасту человека, полумужско-женский возраст. Необходимо потребление определенного количества кальция. Это непременно. В сочетании, конечно же, с витамином D, потому что только он способствует всасыванию и усвоению кальция. И также это белок. Почему? Потому что молекула кальция в составе с белком входит в костную ткань. То есть потребление достаточное количества белка. Вот такое лечение. Инна Николаевна, ну, а теперь вот непосредственно к вашему отделению физиотерапевтическому. Да, я тут себе даже вот написала, сколько много процедур может быть рекомендована. Лечебная физкультура. Прямо она вот на первом месте. Лечебная физкультура. Неужели при таком заболевании, когда ставят такой диагноз, вот, возможно, лечебная физкультура? Обязательно нужна вообще. Даже обязательно? Конечно, потому что низкая двигательная активность, это тоже один из факторов развития остеопороза. И этот фактор человек может, конечно, как бы исключить. То есть хотя бы банальная ходьба, плавание, занятие в воде, акваэробика, какие-то упражнения. Не надо такие мощные, динамические упражнения с большой нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Тем более мы говорим о людях пожилого возраста. То есть обычное движение, упражнение на напряжение. Мышцы, всё это укрепляет костную систему, укрепляет мышечный связочный аппарат, прилив крови, активизация микроциркуляции, всё это улучшение питания всех систем, в том числе и костной системы. Опять-таки идут полезные вещества в костную ткань. И двигаться надо обязательно в любом возрасте. Вот, в любом возрасте. Дело в том, что лето, летние каникулы, а детишки, в основном, ну, уже, наверное, устали мы все с экранов об этом говорить, сидят в телефонах и планшетах. То есть на улицу скакалка, мячи, то есть вот физкультура, когда, да, услышат, что это действительно очень действенный профилактический... Да, проблема действительно гиподинамии в настоящее время актуальна и в детском возрасте. Уже мы это все видим, да, с развитием всех гаджетов. Действительно, надо двигаться, надо как-то работать психологически и с детьми, чтобы дети уже с раннего возраста любили тоже. Любили бассейн, любили какую-то прогулку вечернюю с родителями, ту же езду на велосипеде. То есть всё можно придумать. Следующее, что у нас, вот различные методики введения кальция. Это, наверное, такие специфические уже процедуры, которые вы назначаете... Ну, есть процедуры, да, электрофорез с кальцием, но нет, я не назову это процедурой при лечении или профилактике остеопороза. Нет, да? Нет, это совсем минимальные дозировки. То есть люди могут сказать, что нет, я выхожу на электрофорез и не буду принимать кальций. Нет, не согласна. Но всё равно должен быть приём кальция, обязательно таблетка. А массаж? Массаж также хорош. Он, опять-таки, у пожилых людей, как я говорила, будет и остеохондроз уже позвоночника, и, возможно, остеопороз. Поэтому массаж также... Он никогда, я думаю, не потеряет всё то, что он даёт организму, конечно. Он показан вообще при многих заболеваниях и, опять-таки, для улучшения питания массируемой зоны, для обезболивания, для прилива крови. То есть всё. Да, просто в начале программы вы сказали, что при таком заболевании даже вот... Ну, я просто услышала, даже при чихании, даже при неаккуратном, там, неудачно повернувом... Неудачный какой-то наклон даже тела, да, может случиться. И здесь всё равно показан массаж. То есть он будет... Нет, при глубоких, конечно, степнях остеопороза не возьмётся массажист опять-таки. Сначала тандем, больной врач-физиотерапевт, а от него уже идёт человек на процедуры, либо на массаж. Ну, в общем-то, да, как в любом лечении, всё очень индивидуально. То есть восстанавливается диагноз, восстанавливается степень. Но лучше всего ваши процедуры физиотерапевтические, да, в вашем отделении проходить как профилактику, чем лечение. Любую болезнь лучше, да, конечно, заниматься профилактикой. Да, сейчас мы прервёмся буквально на несколько секунд. Далее в программе мы узнаем об одном очень полезном продукте. Смотрим. Кто из нас не знает ряженку? Это кисломолочный продукт натурального происхождения, в который не добавляются никакие искусственные ингредиенты. Кроме того, что ряженка утоляет жажду лучше, чем вода, она ещё проявляет врачебные и даже диетические свойства. Белок ряженки воспринимается и усваивается нашим организмом гораздо быстрее, чем тот белок, который содержится в молоке. Более того, если вы чувствуете, что переели за обедом, то достаточно выпить ряженки, и она восстановит гармонию в вашем желудке. Что же касается лечебных качеств ряженки, одного стакана вполне достаточно, чтобы восполнить четвёртую часть суточной потребности в кальции, а также восполнить около 20% нормы по фосфору. Молочная кислота помогает работе почек, а также желудка и кишечного тракта. Ряженку полезно пить при атеросклерозе, а также во время лечения гипертонического заболевания. К сожалению, если сравнить калорийность ряженки и многих других кисломолочных продуктов, то она окажется высокой. Заменить по вкусу ряженку трудно, но если очень хочется, то можно поискать в магазинах варенец. Он считается менее жирным, поскольку в него не добавляются сливки. Пейте ряженку на здоровье, ведь её польза для нашего организма огромна. Инна Николаевна, мы сейчас опять же услышали о пользе молочных продуктов. И всю программу мы говорим о том, что нужен кальций, кальций, кальций. Какое необходимо количество кальция, чтобы всё в порядке было с костями, с костью, даже если наследственный фактор, будем говорить. Значит, у пожилых людей и людей старческого возраста где-то приём кальция должен быть от 800 до 1500 миллиграмм. То есть, опять-таки, по таблице, по возрасту смотрится. Поэтому те люди, которые могут сказать, нет, я употребляю только творог и пью молоко, я не буду пить таблетки кальция. Я считаю, что достаточно, нет? Нет, к сожалению, те люди, которые так вот считают, они заблуждаются. Почему? Потому что во время пищи среднее где-то количество будет кальция 500-700 миллиграмм, не больше. Поэтому всё равно таблетизированный кальций нужен. Хотя бы тогда, если вы такой принципиальный человек, хотя бы в зимний период я бы рекомендовала принимать. Так, осенне-зимний. Да. Не забывать, конечно, о, ещё раз говорю, витамине D. Это тот же рыбий жир, то есть можно принимать, если вы не хотите пить таблетизированное. И не забывать про белок. Белок – это, конечно, не колбасы, я рекомендую, либо это натуральное мясо, либо орехи. Вот такие вот идеальные продукты для... Инна Николаевна, вот сейчас нас послушают пожилые люди и бегом в аптеку за кальцием. Это будет правильно? Ну, всё равно я бы рекомендовала это через... Или сначала через врача. Через терапевта, конечно. Да, потому что, чтобы узнать и степень, и вообще... Да, сначала всё равно, конечно. И самое важное, вот сегодня, опять же, из сегодняшней нашей программы, хотелось бы услышать про физкультуру, про подвижный образ жизни, причём не только люди в возрасте, да, они как раз-таки очень ответственные, да, и очень всегда грамотно выслушивают доктора и стараются выполнять все его рекомендации. А вот детишки, молодые люди, которые считают, ай, у меня всё в порядке, ну, подумаешь, заболела спина. То есть внимательно отнестись к здоровью и, наверное, раз в год, может быть, раз в полгода, да, сдавать анализ крови, да, какой-то проходить. Вот пришёл к терапевту и говоришь, да, что меня беспокоит. Ну, конечно. То есть надо какую-то воспитывать в себе культуру, заботы о себе, о своём здоровье. Если есть какие-то неприятные ощущения в организме, то ни в коем случае их не терпеть, а обращаться к доктору. Где-то, может быть, даже проявить инициативу, попросить даже какое-то обследование пройти, безусловно. И заниматься своим здоровьем. То есть, конечно же, это двигательная активность, это какие-то те же наши физиотерапевтические процедуры, принимать для профилактики заболевания. Это даже лучше для профилактики, конечно же. Да. Хотелось бы ещё акцентировать на процедуре общей магнитотерапии. Это наша процедура, которая показана и для профилактики, и для лечения остеопороза. Специальные параметры магнитного поля, которые именно подбираются, и также способствуют задержке кальция в костной ткани. То есть есть установки общей магнитотерапии и в наших учреждениях, в нашем городе. Можно... Магнитотерапия. Да, проходить именно общей магнитотерапией. Да. Ну и, может быть, какие-то общие рекомендации, общие советы, если в доме есть человек в возрасте, человек пожилой, это вот внимательно там коврики, да, вот эти все, убрать лишнее, как лишняя мебель, потому что если чихание, ну вот да, я сегодня вот это запомнила, что даже от чихания может быть перелом. То есть нужно быть настолько внимательным. Конечно, люди пожилого возраста и староческого должны быть, естественно, очень осторожны. Естественно, для профилактики падения должна быть и удобная обувь. То есть не надо стесняться, если вам рекомендуют, доктор, ходить с тросточкой. Не надо стесняться с тросточкой. Большая информация и сейчас в интернете. То есть при желании все можно найти и заботиться о себе. Спасибо вам огромное. И еще один важный момент. Возьмите, пожалуйста, на заметку. Кальций очень необходим нашему организму, но его лучше сочетать с витамином D для хорошего всасывания. Стакан молока или кефира содержит до 200 миллиграммов кальция. Исследованиями подтверждено, что у женщин, потребляющих ежедневно 1000 миллиграммов кальция, переломы бедра случаются на 75% реже, чем у женщин, потребляющих кальция, вдвое меньше. Возьмите на заметку. Для того, чтобы получить 1000 миллиграммов кальция с пищей, необходимо выпить 1 литр молока или съесть 200 граммов сыра или 300 граммов творога. Инна Николаевна, огромное спасибо, что приняли участие в программе «То, что доктор прописал». И все наши телезрители услышали ваши советы и рекомендации. Спасибо огромное. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok